Знакомство с предприятием ОДК «Кузнецов» Николай Патрушев, Игорь Комаров и Дмитрий Азаров начали с гальванического производства, которое было запущено в конце прошлого года. Новые гальванические линии позволят наносить покрытие на металлические детали для газотурбинных и ракетных двигателей в автоматическом режиме, при минимально вредном воздействии на здоровье работников и окружающую среду. Эти вот зубчатые колеса, один из основных элементов, которые являются критичными. Поэтому эта компетенция закрыта, но вот эта зависимость, к сожалению, ее не убрать, конечно, потому что мы решаем, но мы стараемся. Новые душевые раздевалки, система кондиционирования практически находится в каждой раздевалке. Соответственно, жарко уже так не будет. Если сейчас зайти в старый цех, там практически по 30 градусов. Здесь замкнутый цикл локальных очистных сооружений, что дает нам возможность ступить на следующую ступеньку в плане экологичности. Никаких выбросов. Масса газоочистного оборудования. Опять же, никаких выбросов в атмосферу. Все фильтруется и пускается на обратную, на обратку в наше промышленное производство. Я гальваник, покрываю детали Кадми. У нас, слава богу, как нам подарили этот цех, новый цех. Современное оборудование, современная вентиляция. По сравнению, даже сравнивать не стоит старый цех и новый цех. То есть это система кондиционирования, вентиляция, очистные сооружения. То есть все супер, все хорошо. Также гости осмотрели новый механический цех производства «Шестерен», цех по сборке газотурбинных двигателей малой и большой размерности, и побывали на реконструированном испытательном стенде газотурбинных двигателей. Сегодня предприятие УДК «Кузнецов» проектирует и изготавливает двухступенчатую ракету-носитель «Союз-5» и носитель «Амур-СПГ», которые будут работать на новом экологически чистом виде топлива. Гости осмотрели агрегатно-сварочно-сборочный цех и производственные площадки, где развернуты работы по подготовке к производству перспективной ракеты-носителя «Союз-5» и установлено новое оборудование. После чего отправились в ракетно-космический центр «Прогресс». Генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов показал производство сборки и испытания ракет-носителей «Союз-2», а также космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Диаметр, сколько? 4, 100. Продукция УДК «Кузнецов» имеет особое значение для поддержания боеготовности дальней авиации и воздушно-космических сил России. На заводе были сконструированы, произведены и технически обслуживаются двигатели НК-12 для дальнейших бомбардировщиков Ту-95МС, дальних противолодочных самолетов Ту-142 и военно-транспортного самолета Ан-22. Также самарские моторостроители более 60 лет являются монопольными производителями двигателей для ракет-носителей типа «Союз». Все пилотируемые российские космические пуски и около 80% коммерческих производятся с использованием двигателей, произведенных ПАО УДК «Кузнецов». Виктория Шарая, События.